Спасибо большое всем за доклады. Меня зовут Людмила Киселёва, я врач-терапевт, пульмонолог-инфекционист. У меня вопрос к Андрею Николаевичу. Во-первых, вот вы сказали про докторов 40-летних, я представляю докторов 30-летних. И громадная проблема коммуникации, нежелание установления коммуникации. Вот хотела ваше мнение просто узнать, как вы считаете, возможно ли вообще в России с особенностями нашего менталитета в дальнейшем разрешение оптимистичное может быть этой проблемы? И на каком уровне должно быть решение этой проблемы? То есть это обучение в институте этим навыкам? Или это какие-то личностные особенности каждого доктора, захочет он или не захочет. Просто вот я даже в том году искала в России, где бы я смогла эти навыки получить. И только в Москве одна вот такая школа. То есть, как мне кажется, что доктора не хотят. Ну, по разным причинам. Вот как вы думаете? И второй у меня вопрос. Вот если на приёме пациент просит доктора дать ему какие-то источники, ресурсы на альтернативные методы лечения, даёте ли вы какие-то источники? Ну, вот ваше мнение, вот меня часто спрашивают, стоит ли как давать? Спасибо. Спасибо. Спасибо вам за вопросы. Отвечу сразу на второй. Нет, не даю. Я не изучаю на самом деле источники. И они, как правило, приходят уже с каким-то своим вариантом лечения, который я могу только прокомментировать. Я вам уже говорил о том, что очень важно, чтобы это лечение было не альтернативой традиционным вариантам и не было агрессивным, чтобы не мешало основным вариантам методов лечения, не приводило к своим нежелательным явлениям, которые могли бы усугубить нежелательные явления основного варианта лечения. Поэтому нет, я не даю никаких источников. В отношении коммуникационных курсов, ну, во-первых, осознание проблемы – это уже хорошо. И оно на самом деле появилось. И у Минздрава, и у наших чиновников от медицины, они прекрасно понимают о том, что доктора действительно не умеют коммуницировать. И, безусловно, это должен быть… Это навык. Это навык, который прививается. Это не отрывный компонент профессионализма доктора. То есть это должно рассматриваться только в совокупности. Профессионал, на мой взгляд, без навыков общения – это немножко неполноценный профессионал. Поэтому, да, это введение базовых каких-то курсов по коммуникации, начиная с университетской статьи, с камьи, прошу прощения, и далее уже по мере развития доктора это должны быть этапные обучения, в зависимости от того, в какую сферу он попадает, потому что есть особенности общения с онкологическими больными. Это отдельная тема, отдельный абсолютно компонент обучения. Поэтому, на мой взгляд, нужно чуть подождать, поверьте. Я думаю, что осознание проблемы есть, и всё это будет… Ну, вы сами понимаете, что по большому счёту, если менять, то менять образование, подходы к образованию в целом, потому что у нас большие проблемы в этом. Базовое образование очень низкое, после дипломного образования очень низкое, качество страдает, и поэтому мы, наверное, находимся сейчас в той фазе, когда мы всё осознали, и дальше будут уже какие-то решения, на мой взгляд. Быстрых решений и быстрого изменения ситуации не будет. Это точно. Коллеги, ещё вопросы? Здравствуйте, меня зовут Полина Полищук. Я хотела бы сказать, что, во-первых, спасибо спикерам за такие разные доклады и разные мнения. Опять у меня ощущение, что мы, особенно послушав Габриэлу и остальных коллег, что у нас сейчас здесь обсуждают проблемы, которые на Западе уже вышли на другой уровень, а у нас их только начинают обсуждать, и это так. И мой вопрос, наверное, в первую очередь, Сергею, потому что вы начали исследование, которое вполне может стать, может быть, одним из первых, которые пройдят виток других исследований на тему общения врача и пациента. И вопрос, что бы вы хотели вырастить из этого исследования, какой вы хотели бы видеть результат, может быть, вывод, итог, на что он может повлиять. Вот. Вот первый вопрос такой. Спасибо. На самом деле... Спасибо огромное. Ответ на этот вопрос следующий. На мой взгляд, существует два вида социологических исследований. Я прошу прощения, что я издалека начал. Первый — это, будем называть это политическое, а второй — это аналитическое. Политическое — это когда какая-то идея, которая призвана изменить мир, доказывается и приводятся ее положительные экстерналии и способы ее реализации. А второе — это аналитическое, которое, в общем-то, ничего хорошего для мира не делает, оно просто интересно, его достаточно весело читать, и что, в общем-то, повышает, опять-таки, некую степень рефлексии. Ну, я бы, наверное, хотел, чтобы оба этих полюса как-то органично в какой-то эклектике сплелись, и в дальнейшем это исследование будет... Я произведу попытку внести в отношение врач-пациент больше акторов, потому что пока там только врач и пациент, и получается некоторая герметичная среда. Всем вполне очевидно, что врач и пациент никогда не взаимодействуют вдвоем, это просто невозможно. Откуда-то приходит врач, откуда-то приходит пациент, с чем-то приходит пациент, с чем-то приходит врач. И, в частности, огромное влияние оказывают пациентские организации, и, собственно, хотелось бы включить в эту сеть максимально возможное количество акторов и их изучить. Вот. И, опять-таки, чтобы какие-то положительные экстерналии в виде социальной политики по отношению к заболевшим, по отношению к врачам были произведены. Вот. Можно еще второй вопрос? Во второй вопрос у меня о Габриэле и Даниэле. Спасибо вам за ваш опыт, о котором вы говорите, в том числе и о том уровне исследования таких историй и таких вещей. И вопрос такой. Возможно, вы знаете какой-то пример из истории, к сожалению, я могу его не знать, того, что послужило каким-то драйвером, каким-то пинком, может быть, к тому, чтобы на Западе и в Европе стали изучать общение врача и пациента. То есть что-то должно простимулировать эту историю, чтобы она все-таки как-то развивалась ярче и быстрее, то есть чтобы она выходила на новые уровни обсуждения, как хотелось бы это сейчас видеть в России. Я надеюсь, вы поняли мой вопрос. Спасибо. Ну, я не знаю, насколько я правильно поняла ваш вопрос. Вы спрашиваете о том, что мы можем сделать для того, чтобы этот процесс ускорить, да, триггером. О том, какой бы вы могли пример привести, исходя из опыта ваших стран, ну, и о вас в том числе. То есть вы как научный коммуникатор, естественно, вы влияете на информационное сопровождение всего этого, конечно же. На самом деле, я считаю, что одна из причин, что изменило отношения между пациентами и докторами в Европе, то есть это тот самый фактор, что была представлена форма информированного согласия очень жестко. В 90-х годах я изучала медицину, и нас учили, что нам нужно отойти от патерналистской модели к более коммуникативной модели взаимодействия с пациентами, поскольку закон в руках пациента, и он имеет право решения, и мы пойдем в суд, если будем вести себя неправильно. И я не думаю, что это хороший пример, как можно, так сказать, какой триггер может быть, и как это в вашем обществе. Но это произошло именно таким образом. С другой стороны, происходила культурная революция в медицине, которая из Великобритании в основном пришла. Они начали с работы групп докторов, которые обсуждали между собой и вместе с пациентами, как лечить пациента, и как важно было для их собственной практики принимать во внимание мнение пациентов. И я работала на онкологическом конгрессе в Чикаго недавно, и тема называла, знаете, как обучение у пациентов, участь у пациентов. Основная тема, как важно для нас слушать пациента, слышать пациента, дать ему оптимальное решение, потому что если мы не будем слушать пациента, мы не узнаем, как новое лечение будет проходить, какие побочные эффекты, что происходит. Пациенты включаются даже в дизайн исследовательского проекта по лечению рака. Это эволюция, которая заняла приблизительно 30 лет. Мне 51, и я училась в медицинской школе в 90-е. В общем, 30 лет уже прошло, и у нас была эволюция в сфере юридической и в сфере культурной. Я думаю, что это очень важная проблема, и, безусловно, у нас нет решений однозначных. Вот такие примеры для того, чтобы вы поняли, что вот тут есть такой критический компонент, как невролог. Я возглавляю центр большой больницы, одной из крупнейших больниц в Италии. И я возглавляю нейропсихологический центр. Мы заботимся о пациентах в целом. И, естественно, уровень информированности пациентов очень важен. Давайте приведем обычный пример заболевания, который очень, так сказать, драматичный. Это болезнь Альцгеймера. И это некая форма деменции. Это серьезная проблема, потому что если мы посмотрим фарфологические исследования, у нас не так много примеров, как изучение таких фарфологических исследований. Но вот тут кроется проблема. Но, тем не менее, мы знаем, вот что такое исследование АББИВА. И это многонациональное исследование. Информированное согласие, которое запрашивается, поскольку это исследование предоставляет терапию с самого начала развития заболевания. Но с нейропсиклонаучной точки зрения, если мы посмотрим на уровень информированности по заболеванию, это не только проблема тяжелых пациентов с болезнью Альцгеймера. Это также проблема при небольших когнитивных нарушениях. Вторая проблема. Давайте приведем пример людей, у которых кома возникает. У нас есть проблема в Италии, потому что необходимо согласие. И вы не можете получить согласие от таких пациентов. И поверьте, у нас есть ряд исследований, которые не идут дальше, потому что у нас нет возможности удерживать вот такое согласие. Это проблема. И вот у нас нет решений, на самом деле. Возможно, это не решение, а скорее траектория некая. Это работать и проводить исследования. Мы знаем много и об уровне информированности у пациентов, у которых нет серьезных проблем там в мозге. Но при этом, вот если взять пациентов с различными онкологическими заболеваниями, мы должны о них заботиться. Это часть новой модели коммуникации с такого рода пациентами. И есть еще проблема, проблема ответственности. Мы должны работать над этим, потому что, безусловно, когда у нас есть информированное согласие, уровень ответственности доктора понижается и понижается, поскольку, конечно, хочется поделиться ответственностью, не хочется брать на себя избыток ответственности. И чем лучше, то тем удобнее. И, конечно, тут ведь возникают страхи с ответственностью. И этический компонент очень важен. Этический компонент означает вовлеченность различных участников и также опекунов, потому что опекуны играют очень важную роль, хотя на них очень хорошо законодательно очерчены. Но в терапевтическом процессе мы должны также и их вовлекать. Вопросы? Пожалуйста, Полина, не могла бы ты, пожалуйста, передать микрофон? Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Ксения. У меня как раз вопрос, как представители вот той самой третьей стороны, о которой сказал Сергей. Я работаю в благотворительном фонде Константина Хабенского, и мы регулярно сталкиваемся, в общем-то, с тем, о чем мы сегодня говорили. Вопрос, наверное, в большей степени к Сергею Андрею, но если у Габриэла и Даниэла есть какой-то полезный опыт, который мы можем применить здесь, в наших российских реалиях, то это будет тоже очень здорово. Как по-вашему, как пациентские организации, благотворительные фонды могут, Андрей, наверное, вам как врачу помочь в решении вот этой проблемы? И, Сергей, возможно, у вас есть тоже какой-то полезный опыт на этот счет. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. На самом деле, очень хороший вопрос, и он очень своевременный. Я объясню, почему. Потому что вы задавали вопрос в отношении коммуникационных курсов. Я уверен, что они появятся в программах. Я уверен, что... Ну и мало того, чтобы они должны появиться в программах обучения, важно, кто их будет проводить. Важно, насколько профессиональный человек их проводит, потому что можно формально сделать все, что угодно на бумаге. У нас, как обычно, будет галочка о том, что курсы пройдены, а какой выхлоп будет непонятный. Так вот, чтобы улучшить ситуацию, как могут повлиять фонды и НКО различные, это опыт уже, который имеет и мой фонд, очень молодой, и фонд профилактики рака очень большой опыт имеет. Это спонсировать проведение профессиональных коммуникационных курсов, набирать докторов. Я знаю, что мы специализируемся сейчас на онкологических курсах, то есть это навыки общения с онкологическим больным, они имеют свой специфик, свои особенности, поэтому на самом деле набрать группу, проплатить и отучить группу докторов, потом сделать этот этап на несколько раз, я вас уверяю, что вот это то, чем могут заниматься как раз НКО-шки. Это было бы очень здорово, и этого не хватает, поверьте. Если будут какие-то мысли, вопросы, можно подойти, обменяемся в контактах, я вам расскажу механизм, как мы это делаем, с какими спикерами, с какими коучами мы работаем, кто действительно является профессиональным. Если нужна такая информация, я готов ей поделиться, это не секрет, точно могу сказать. Спасибо, с радостью. И можно продолжу, как пациентские сообщества, тоже очень важный момент. Вот тут очень важно соблюсти баланс. Объясню, потому что по опыту уже разговора, у меня часто приходится сейчас разговариваться и с представителями пациентских сообществ, большой негатив в отношении докторов идет со стороны пациентских сообществ, и это граничит где-то даже с пациентским экстремизмом. И как врач сам, и будучи объектом для вот этого экстремизма, я был несколько раз в таких неудобных ситуациях, я могу сказать, что они тоже должны обладать определенным профессионализмом, и они тоже должны понимать, что нельзя с позиции сил разговаривать с докторами, это абсолютно контрпродуктивно. Я был в Татарстане, разговаривал с Безбергей, это такая одна из пациентских известных сообществ, но мне приходилось их так немножечко осаживать и говорить о том, что вы не должны с позиции силы. Только диалог, только понимание. И со временем я уверен, что вот этот баланс этот придет в норму с момента, как у докторов появятся нормальные коммуникационные навыки, а у пациентских сообществ появится, ну скажем так, понимание того, где они могут действительно участвовать. Поэтому да, это очень важно. Диалог должен происходить, он происходит пока не очень правильно, но мы к этому стремимся. Сложно не согласиться, однако важно дополнить следующие моменты. Во-первых, некоммерческие организации и пациентские организации должны, сейчас очень плохо прозвучит бюрократически, но должны находиться под неким контролем людей, которые понимают, о чем идет речь. И в данном случае я безусловно осознаю факт того, что у меня, ну выражусь социологически, опыта взаимодействия с полем, то, о котором идет речь, оно качественно количественно меньше, чем у присутствующих здесь. Но тем не менее, исходя из европейского опыта, я в данном случае, скажем, стою на плечах гигантов и изучаю все посредством других глаз, других умов и других рукописей. Однако, в случае с пациентскими организациями, на мой взгляд, и то, что делают в Европе, в частности, это происходит в Бельгии и в странах Бенилюкса, как раз таки там, где и преподаются программы совместной медицинской философии и практической медицины, что, на мой взгляд, в России это звучит как какая-то дикость, потому что вещи очень плохо мэчатся, но тем не менее, в Европе это вполне жизнеспособная форма обучения. И если посмотреть программы их курсов, то есть, то, как они работают с пациентскими организациями, это форма коммуникации. Я опять-таки, наверное, вернусь к своему, где я агроном, так сказать, на своем поле, но идея заключается в том, что они работают с паранаучными теориями, делая акцент, в отличие от России, на слове «теория», а не слове «паранаучные». Если вы понимаете, о чем я говорю, то есть, они не стигматизируют и не клеймят пациентские убеждения, а стараются с ними работать и стараются, они не подвергают их сомнению логическому, скорее пытаются обратить внимание на то, как уже было сказано с профессиональной точки зрения, что является более оптимальным и лучшим в данном случае. И поэтому здесь я могу только рассказать, что думают люди, публикующиеся на задворках первых трех квартелей медицинских журналов социологических, но тем не менее, мне кажется, это важный, огромный опыт, который нужно подчерпнуть. Будут еще ответы? Я просто, что хочу сказать, я очень много работала с пациентскими ассоциациями, особенно в Италии, в сфере онкологии. Что можно сделать в реальности? Можно наделить полномочиями представителей ваших, то есть, предоставить им информацию, которая отсутствует в стране, например, можно пролоббировать, что называется, пациентов на институциональном уровне, чтобы они стали более репрезентативными в сфере принятия решений. Вот система должна работать с пациентами, это очень важно. И также вы должны поддерживать выбор, когда они обращаются к псевдонауке, но вы должны предоставлять им правильную информацию. Когда мне было 19, мне болезнь крона подиагностировали, я, конечно, несчастлива была, а я была медицинской студенткой, и единственные опции, которые были, это были очень тяжелые лечения, как артизон, как студент, который снял медицину, я пошла в гомеопату при этом, и, с одной стороны, можно быть полностью рациональным, и когда я пересекла, как бы открыла порог кабинета доктора, я уже поняла, что это было рациональное решение, но я сказала, я попытаюсь, я в таком отчаянии, я такая молодая, я не хочу, чтобы такая болезнь разрушила, всю мою жизнь, это было что-то новое. И я затем встретилась с пациентскими ассоциациями, они сказали, да, все, мы через это прошли, делали то же самое, не беспокойся, и затем вы вернетесь к своему лечению, и все будет хорошо. И вот эта вот коллегиальная коммуникация была так важна, так важна, поэтому вот мое предложение, наделяйте полномочиями вашими пациентами, проявляйте эмпатию, лоббируйте, лоббируйте их интересы. Спасибо, пожалуйста, Анастасия. Вопрос, у нас есть еще вопросы, мы немного задерживаемся, но после нас нет никакой сессии, так что мы в счастливом положении можем отвечать на вопросы, сколько захотим. Если вы мне позволите, я поделюсь своим личным опытом, значит, меня зовут Дмитриева Елена, 20 лет назад мне в 33 года замаячил рак, ну, гинекология, короче, значит, с чем столкнулась я. Мне очень понравились все ваши доклады, потому что вот со всеми ними я согласна, в них есть очень все зерна, все, что вы сегодня сказали, это прекрасно, это все так, но вот мой личный опыт немножечко добавить, вот что хочу. С чем я столкнулась? Ну, это было заболевание на первом этапе, да, то есть не патология, а как недомогание, да, как у вас по этой самой. Но у меня болело все, у меня болела каждая клетка, и моя жизнь, ну, была совершенно как бы другого качества. Вдруг она мгновенно сделалась другого качества. Я, естественно, пошла там к врачам, ко всем, но это тянулось время, там день, другой, неделя, все это было невыносимо, нужно было ходить на работу, потому что как бы нету, пока нет окончательного диагноза, значит, это... И я обратилась к экстрасенсу, ну, может быть, не было такой тяжелой болезни, может быть, еще что-то. Во всяком случае, я жива, спустя 20 лет, да, я перед вами, и вот это вот ужасные боли, которые я испытывала, они снились очень быстро. Вот. И это... И меня уже не волновало, сколько я проживу, и как я буду лечиться. Меня в тот момент волновало только качество моей жизни, потому что тот, на котором я находилась, меня абсолютно не устраивало. Вот. И, значит, что хочу я сказать по этому поводу. Вот, если помните, в советское время, в каждой поликлинике, наверное, начиная с детской, были на стене такие плакаты, которые пропагандировали здоровый образ жизни. То есть, нас готовили с самого детского возраста, что нам делать и как нам делать. Вот. Я считаю, что в этом есть зерно, потому что, когда человек далекий от медицины, сталкивается с каким-то... с каким-то тяжелым заболеванием, да, с каким-то диагнозом еще не подтвержден, вот особенно в первый момент, когда диагноз еще не подтвержден и только маячит, он действительно испытывает дикий страх в молодом возрасте. Это совершенно не хочется с этим соглашаться. И вот если бы как-то было это прописано, что вот если вы столкнетесь с этим, то вы должны сделать первый шаг, второй, третий. Поверьте, что вот в головах все равно... Конечно, никто не читает это всерьез, но в голове все равно откладывается. И, приходя первый раз к терапевту, второй раз к другому врачу, все равно это видишь, это что-то читаешь, это какая-то... Это создает вот это вот поле информативное, да, которое позволит больному, незнакомому с медициной, которое позволит принять правильное решение и принять решение в пользу вот именно официальной профессиональной медицины. И второй момент, если позволите, если вы меня не прерываете, то я хотела бы сказать, что вот социология в этом смысле у нас очень страдает вот чем. Не приводится данных открытых, да, то есть вот эти все политические как бы моменты, а аналитической статистики, вот такой вот честной, потому что открытость в этом случае была бы лучшим фактором, который бы склонил в пользу официальной медицины. То, что простые люди слышат, ага, вот сосед заболел и умер, и не смогли вылечить, там еще кто-то, и вот это вот часто приводит к тому, что люди не идут в профессиональную доктора. Да, позвольте быстро прокомментировать. Я рад, что вы с нами сегодня. Я рад, что диагноз у вас, если и был, то он, видимо, уже себя... Да, да, да. Ну, слава богу, что все хорошо. Мы рады за вас. На самом деле, чтобы не было и так мучительно, психологически неприятно держать вот эту паузу, да, от момента подозрения до момента диагноза, ну, а потом, если и диагноз был установлен, тоже очень непросто живется людям, да, с таким диагнозом. Должна существовать онкопсихологическое сопровождение. Это то, о чем мы сегодня с вами не говорили, но это тоже очень важный компонент. В каждом онкологическом учреждении должен быть онкопсихолог, который... Все люди разные, все люди по-разному реагируют на диагноз, на подозрения, поэтому у каждого начинается по-разному... Там у кого-то каждая клеточка болит, кто-то начинает к себе прислушиваться, и как раз то, что было с вами, скорее всего, хороший онкопсихолог смог бы вам точно помочь. И на самом деле, сопроводив вас от момента получения диагноза до момента уже выздоровления, вы бы смогли совершенно по-другому себя ощущать, поверьте. У нас это очень большая проблема, я это на себе ощутил, мне самому понадобилась все-таки психологическая поддержка, я долго не признавался в себе в этом, причем это уже было после драки, да, как говорится. Да, действительно, была такая ситуация, я до сих пор еще пока посещаю своего онкопсихолога, это очень важно. Так что это абсолютно... Спасибо за ваш комментарий, действительно, имеет место быть, но онкопсихологическое сопровождение это одна из проблем, которые тоже пытаемся сейчас решать. Спасибо большое, Андрей. Я позволю себе последний вопрос каждому из спикеров. Мне самой, как научному коммуникатору, очень интересно все-таки в конце получить какой-то ответ. Так что же первично и где нам работать? На поле массовой коммуникации или на поле межличностной коммуникации между врачом и пациентом? Было бы очень любопытно услышать ответ от каждого спикера. Ну, давайте я тогда быстро скажу. На самом деле все звенья, которые мы сегодня перечисляли, они очень важны. И каждый специалист, я как доктор, как представитель благотворительной организации буду делать все для того, чтобы улучшить коммуникацию между врачом и пациентом. Я знаю эту проблему и что эта проблема существует. На мой взгляд, вы как научный коммуникатор, Лиза, могли бы работать в сфере как раз массового информационного поля, да, и делать доступными положительные случаи из лечения от рака традиционным способом. Да, у BBC много, есть целый ряд фильмов, которые показывают о том, от начала и до конца ведение пациентов с онкологическим заболеванием. И где они дают полноценные комментарии, открытое интервью, где все это открыто, все варианты лечения, и все это онлайн, и все это доступно. И если у нас в России, как научный коммуникатор, как в совокупности вместе с журналистами, например, создать проект, который бы освещал позитивные истории из лечения от тяжелых ситуаций в том, от онкологических заболеваний, я думаю, это было бы очень кстати. И если, например, пациент в YouTube-канале лечения рака получает такой ролик, смотрит, да, оказывается, традиционные методы, они же эффективны. И возможно из лечения. Это действительно очень правильно. И на самом деле вот все звенья очень важны, и мы должны на разных уровнях, с разных сторон попытаться сделать так, чтобы ситуация изменилась к лучшему. Поэтому вот это мое мнение. Я согласна, что нужно работать и над тем, и над другим. Как я уже говорила, общение, сообщение между обществом и наукой, это экосистема, есть много разных сторон, и все модели, которые у нас сейчас есть на руках, они должны работать на укрепление роли каждой стороны в коммуникации. Что я считаю важным, это и возможно, это прошу прощения, я первый раз в России, и я обнаружила, я изучаю новую среду. И то, что мы в Европе видим, я думаю, что это похоже на самом деле или на Россию, потому что культура сильно влияет на общение между пациентом, врачом, и обществом. То, что на самом деле рассказ о положительных чертах, это не способствует росту доверия между обществом и науком. Нужно говорить не только о позитивных сторонах, но и негативных сторонах тоже. Нужно говорить о серой стороне вопроса, о том, что неизвестно. Мы не можем вылечить любого пациента, мы не можем избежать побочных эффектов, а как раз это то, что предлагает альтернативная медицина. Они предлагают препараты, которые не дают побочных эффектов. Мы должны говорить о препарате, которые пациенты не ожидают встречи с этими побочными эффектами, и когда они появляются, они разочаровываются. То есть, с моей стороны, важно быть насколько возможно прозрачным на всех уровнях, как между доктором и пациентом, так и в масс коммуникации. Конечно, ответ и то, и другое и в области масс коммуникации, и в личной коммуникации между доктором и пациентом. Я думаю, что важно, возвращаясь к ассоциациям, я думаю, что как и работники здравоохранения, так и пациенты должны быть включены в создание регулятивных каких-то мер, и нам нужно больше времени для этого. Что касается индивидуального общения, сейчас мы наблюдаем изменения в законе, которые касаются каких-то наиважнейших жизненных решений. И это простой закон, я думаю, что любой может его понять, и я думаю, что этот закон приносит перемены в здравоохранении талии. И нельзя забывать, что общение врач-пациент очень важно. Нельзя забывать, что есть большие отличия между личностью и личностью. правду. У нас есть пациенты, которые не хотят знать правду. И они делают ответственными за решения и за диагноз своих медицинских работников. И как нейроученый, нейрофизиолог, я очень мне этот вопрос очень интересен. Я думаю, что закон в Италии в этом плане очень прогрессивный, потому что он учитывает этот момент. Моральная сторона это то, с чем мы должны сталкиваться, и она очень серьезная, сложная, важная. Это сложно, но мы должны об этом задумываться. ответ на этот вопрос следует, точнее, сам вопрос следует немного переформатировать, потому как в самом вопросе всегда содержится и ответ. Это не совсем в общем, на мой взгляд, это не совсем правильно разделять врача и пациента. Это то, как раз таки, что я и пытался сказать, врача и пациента, и то общество, в котором существует этот самый врач-пациент. Я, в общем-то, согласен с теми претензиями к социологии, которые были озвучены, я скажу больше, это не ограничивается только тем, что было представлено, однако есть одна небольшая проблема, статистические данные, они еще хуже, чем вам может казаться на первый взгляд, потому потому что они не представляют всей той палитры того многообразия мнений, которые существуют, однако для того, чтобы подкрепить некоторые сомнения в постановке вопроса, я обращусь собственно к статистическим данным, у института имени Эммануэля Российской Академии Наук, я думаю, что многие имеют о нем некоторое представление, однако они проводили исследование, где второй причиной, по которой пациенты уходят в альтернативную медицину, это недоверие к фигуре врача, пятая причина с небольшим статистическим отрывом, это личные убеждения, которые бытуют в окружении друзей, знакомых и так далее. Получается, если все это находится в хайп-топе, в пятерке, большой пятерке самых популярных ответов, как мы можем разделять работу с врачом и научную коммуникацию, которая протекает внутри, за пределами института науки. Поэтому, на мой взгляд, как раз-таки главная причина, по которой мы здесь все сегодня собрались, как пелось в одной песне, это доказать тот факт, что мы как строители метро, мы все копаем с разных точек, но в конечном счете сходимся в одном и том же месте. И поэтому работа каждого из коллег, которые сегодня делали доклады, будь то в конструировании отношения врач-пациент внутри кабинета, будь то введение научных и научно-популярных без негативных коннотаций журналов, которые бы рассказывали об раке, об онкологии как науки, пациентские организации, которые вносят огромный вклад, но который как подземные воды, его просто зачастую не видно, это все крайне важные точки, которые не существуют в вакууме, в отрыве друг от друга, они всегда сосуществуют вместе, и это некоторая форма сообщающихся сосудов, где если убрать из одного, то либо прибавится в каком-то ином, либо тоже убудет, поэтому здесь абсолютно пропорциональное отношение, разница лишь только в направлении этой пропорции. Спасибо.